так ну что середина июля дождей масса разной интенсивности решили проверить что здесь в лесу машин уже полно посмотрим что из этого получится грибов в наших местах не так уж много и поэтому как только появляется выплат и сведения о том что грибы появились в лесу мы всегда проскакиваем и смотрим что там у нас есть вот сейчас пойдем в лес боевое снаряжение у нас приготовлена вот она ножи бедра и пойдем вперед по своим ельником в принципе есть сведения о том что появились под березовики подосиновики даже кто-то собирал белых как я уже говорил в наших местах грибов не так много поэтому мы будем рады любым какие попадутся сейчас пойдем по своим ранее нахоженным местам лесочек конечно прекрасен сегодня у нас пятница поэтому мы обычно за грибами если есть такая возможность выбираемся в четверг в пятницу потому что в выходные дни здесь будет такое стадо извиняюсь конечно за стадо но очень много людей и будем ходить по вытоптанным местам ну конечно что-то соберешь но не очень приятно ходить когда уже перед тобой прошло человек 100 поэтому четверг-пятница наши хребные дни вот первая лисичка симпатуля будем собирать дальше оба мне достать хорошенько пока других грибов кроме лисичек не наблюдается что здесь может и не быть под березовиков и всяких других смотреть будем искать влажность большая дожди идут каждый день я уже говорил разные интенсивности вплоть до таких ливней что просто кошмар достаточно тепло в принципе для грибов то должно быть хорошо потому что вылазили вот всякие разные такие всякие паханочки всякие прочие грибочки мы ищем то что нам поинтересней вот появляются сыроежки разного цвета но мы их не берем мы как-то привыкли собирать совсем другие грибы вот начался обещанный мчс дождь так что наша грибалка может закончится внезапно ну ладно будем смотреть стая лисичек конец то попалась вот там еще нам так чтобы есть пособираем хорошо когда попадаются такими вот семейками сидишь режешь режешь свое удовольствие а дождь бьет на спину при сборе грибов в пасмурную погоду есть опасность потерять ориентацию чем я собственно говоря сейчас и занялся уж на что ушли знакомы перезнакомы это вот я вышел на край где-то наверно в километре от машины вот такие вот дела так что даже в таких местах не помешал бы компас по крайней мере перед тем как войти определил направление по азимуту и вышел такой торчит да никто не торчит вон какой-то волуенок такие вот дела так что компас у грибника должен быть всегда даже знакомых лесах а уж что что там говорить о серпуховских калужских владимирских там можно так блудануть что мало не покажется а вот у нас стоит под березович их попался один так сказать для затравки но симпатичный раз мы его пробуем это под березович может быть даже беленький может быть даже это и белый да скорее всего это белый такой нестандартный это хорошо так что продолжаем мы свои поиски пока продолжаю хотел сказать еще что вот мы например ну я знаю что опытные грибники которые хорошо разбираются в грибах у них есть одно из основных правил которые я целиком и полностью поддерживаю то есть если у вас появились какие-то сомнения вы нашли гриб ну высочу что-то сомневаетесь тот он или не тот лучше его не брать потому что несколько раз я встречался с грибниками так сказать не очень опытными и у них в корзине было половину грибов которые я бы никогда не взял очень подозрительные те типа ложные белые всякие такие вот вещи поэтому брать только в том что вы стопроцентно уверены тогда вы себя спасете от неприятностей как я говорил в наших местах грибов не так уж много но по крайней мере вот в этом лесочке где мы ходим ну когда идет хороший выпал да тогда здесь есть что пособирать а пока вот так ходишь от данилу договорил от грибочка до грибочка вот такие вот дела мы прожили много лет серпухоль и не там совершенно конечно другие леса чем вот здесь в луковицком районе и мы у нас уже было правило мы не брали никакие грибы кроме под березовиков под осиновиков белых ну у лисички так сказать когда попадутся хорошо и в общем то больше ничего только в сезон ну иногда за пятами один раз выберешься ванну нарежешь был у нас в серпухове парадоксальный случай который мы до сих пор помню уходили собирали собирали вышли на полянку а там грибов и вот я вижу что они как бы хорошие грибы то а вот понять не могу что за грибы ну исходя из принципа которым я говорил решили их не брать взял я пару так для чтобы свериться с грибной энциклопедией и чтобы вы думали оказалось что это зеленый маховик один из самых лучших грибов но неплохих по крайней мере и мы тогда могли нарезать я не знаю багажник пол но прошли мимо из лучше уж не найти чем найти то что потом вам доставить массу неприятностей вот попалась свинушечка хорошая свинушка но коли уже про них прошла так сказать версии о том что они содержат в себя какую-то гадость мы их в общем то и не берем хотя раньше помню в детстве на свинушке не объедались и ничего выросли бывают вот такие вот вещи ходил ходил по лесу а потом ушел на край и вон они лисички торчат довольно приличное количество так что бывают такие вещи ну вот как то вот так вот походили походили промокли на грибочков то набрали ну и хорошо все до свидания подписывайтесь на наш канал сыном вот он стоит весь промокший и уже переодетый ладно подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидания будем информировать вас о состоянии грибного дела в подмосковье